Какие времена, какие мы проживаем сейчас. Мне кажется, сложно найти человека, которому этого не было бы интересно. Зрителя не обманешь. Есть запрос и интерес, говорит команда Маргариты Симонян на фестивале документального кино «Время наших героев». В эфире «Соловьёв Лайф» с этим, кажется, не согласны. Обсуждают сериал «Резервисты», про гражданских которых отправили брать Мариуполь. Стриминговые сервисы отказываются его покупать. А как их промять, этих жирных котов, которые думают исключительно о деньгах? Для них это да, не формат, это не даст им выручку, не даст кассу. Да, просто нужна чата «Государственная воля», чтобы начать в этом стриминговом сервисе прокурорскую проверку, перед этим предварительно отключив его от эфира. Ещё одна сфера, в которой нужна «Государственная воля», по мнению пропагандистов, — театр. Про донбасских ополченцев спорят, как про инопланетян. Словно их никто не видит. Поэтому сочинять о них можно что угодно, да? Сочинил ополченский роман с Захар Прилепин. Спектакль поставили в Норильске и повезли по стране. Постановку встретили цитата гробовым молчанием основных культурных СМИ. Ни анонсов, ни рецензий. Именно поэтому якобы зрители и не пришли. Социолог Олег Журавлёв считает, что в отсутствии интереса нет ничего удивительного. Люди всё время задаются вопросом, что зачем нам столько тратить всего на эту войну? Денег, усилий, ставить страну в ситуацию риска международную. Лучше бы мы потратили это всё на самих себя, на Россию без новых территорий, без войны, на Россию как национальное государство, в котором мы все жили. Ответить на этот вопрос пытаются разными способами. Помимо постановки по книге Прилепина решили снять ещё и фильм. Но ещё вчера мой путь пролегал под горячим солнцем Дагестана, а сегодня уже еду на Донбасс. Цель поездки – гуманитарка. Это не первая сложность творчеством участника вторжения в Украину, бывшего депутата и писателя Прилепина. В Пермском крае отменили спектакль «Смерти нет». Диверсия в тылу, писали СМИ. Режиссёр сказал, что труппа отказалась играть про военный спектакль и уволился. Актёры же говорили, что постановка попросту плохая. Ему предложили доставить эту постановку, так как на самом деле она ещё не доставлена. Доставили спектакль уже в Туле, но режиссёр заявил, что его затравили за пиар на военной теме и ушёл на фронт. Судьба у первого спектакля про СВО оказалась непростая. Слишком много неудобных имён оказалось на афише. Со мной и Прилепиным всё понятно, но там были и условно-донбассские поэты. Захар Прилепин – абсолютный чемпион. Я тут вспомнил на днях, что я в январе 23-го года писал для холода колонку, о чём ноет Захар Прилепин. И эта колонка была основана на добрые сотни постов, в которые Захар Прилепин мыл и жаловался на то, что нет и не появляется за культуры музыки, литературы. А той, что появляется, не дают прохода, считают сторонники войны. Вот ещё один спектакль – «Радио Паша», о мобилизованном который потерял ногу. Здесь реально всё собирательным является только образ госпиталя, которых сегодня десятки по всей стране. Почему-то для постановки, где герой говорит «Я буду счастливым без ноги так без ноги», не нашлось ни помещения для репетиций, ни сцены. Везде отказы. Идея же была в чём? Что мы сейчас выгоним из страны или посадим, или как-то переманим на свою сторону всех главных кумиров общества, и у нас немедленно появится и зацветёт патриотическая культура, которая пропагандирует войну. Первый год ждали, второй год ждали. Сейчас уже очевидно, что ничего нигде не зацветёт, никакой музыки, кино, ничего нет. Потому что сам изначальный посыл, что патриотическим, я говорю это слово в кавычке, патриотическим деятелям культуры не хватало места, он оказался неправильным, ему не хватало таланта. Но государственные пропагандисты невостребованность не признают. Виноват, например, Богомолов, который, цитата, «известен только тем, что он муж Ксении Собчак, и поэтому ему дали второй театр в управление». Над тем, что всюду якобы сидят либералы и не пускают новую патриотическую волну к народу, издеваются нелояльные Z-каналы. Например, смеются над Союзом писателей, который на прошлой неделе попросил помощи у Минобороны. Цитата, «такую стену только пушки, видимо, могут пробить». Социологические исследования это подтверждают. Это не их жизнь. Они не живут войной. Они могут переживать за погибших знакомых или знакомых знакомых. Они могут бояться, что Россия проиграет в войне. Но разрыв между фронтом и тылом огромный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова